Здравствуйте, уважаемые слушатели вебинара. Мы сегодня с вами рассмотрим тему трудностей взаимодействия педагогов с детьми с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях. Мы уже с вами знаем, что дети с ограниченными возможностями здоровья это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Согласно федеральному закону образования РФ в статье 79 система образования должна перестраиваться под особые образовательные потребности, которые, тех детей, для которых обеспечивается данная программа и обеспечивать данной категории детей без исключения качественную и своевременную психолого-педагогическую поддержку. На сегодняшний день широкое распространение получило инклюзивное образование. Что же такое инклюзивное образование? Это процесс, где создаются оптимальные образовательные пространства, которые ориентированы на новые способы удовлетворения образовательных потребностей каждого участника процесса, то есть детей с ограниченными возможностями здоровья. Нахождение детей с ОВЗ в одном помещении и в одно и то же время с нормально развивающимися сверстниками способствует сокращению дистанции между данными категориями дошкольников в дошкольных образовательных учреждениях. Однако вот эта способность включиться в обычную группу детей, она характеризует не только возможности самого ребенка с ограниченными возможностями. Поэтому для полноценной, функциональной и социальной инклюзии необходима, конечно же, особая организация предметного взаимодействия, межличностных контактов и, конечно же, общение, которое будет демонстрироваться как равноправное партнерство и, конечно же, снятие социальной дистанции между детьми. Доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья любое образовательное учреждение, конечно же, делают педагоги, воспитатели, учителя, способные реализовать особые образовательные потребности детей данной категории. Это создает психологическую атмосферу, создает нравственную атмосферу, в которой особый ребенок будет переставать ощущать себя не таким, как все. Конечно же, это место, где ребенок с ограниченными возможностями здоровья может реализовать не только свое право на получение образования, но и он, будучи включенным в эту полноценную социальную жизнь своих ровесников, он может получить право, обрести право на обычное детство. Конечно же, воспитателю, учителю, педагогу нужно помнить, что при взаимодействии с детьми, с ОВЗ, каждый специалист может столкнуться с рядом трудностей. Такие трудности, как отсутствие мотивации у ребенка в познавательной деятельности, затем ограничены представления об окружающем мире, темп выполнения заданий у данной категории детей очень низкий. Данные дети, да, с ОВЗ, они нуждаются в постоянной помощи взрослого. У них низкий уровень свойств внимания, то есть такие свойства, как устойчивость, концентрация, переключение внимания, а также низкий уровень развития речи, мышления, трудности в понимании инструкций педагога, инфантилизм, конечно же, это нарушение координации движений, низкая самооценка и повышенная тревожность фиксируются у данной категории детей. Многие дети с ограниченными возможностями здоровья отмечаются, как, такие моменты отмечаются, как повышенная впечатлительность, она приводит к тревожности. Данные дети, данная категория детей очень болезненно реагирует на тон голоса, потому что малейшие изменения в настроении, они очень чувствительны и, конечно, впечатлительны, и очень чутко реагируют на тон голоса педагога. Высокий уровень психомышечного напряжения, низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они очень быстро становятся вялыми или раздражительными, затем они становятся флаксивыми, очень трудно им сосредоотачиваться на определенных заданиях. И когда постигают этих детей неудача, они очень быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения заданий. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, даже может фиксироваться склонность, вспышка раздражительности, упрямство. Успешность и действенность инклюзивного образования для детей с ОВЗ напрямую, конечно же, зависят от психологической готовности педагога. Насколько педагог сможет организовать для своих воспитанников такую комфортную среду, которая обеспечивала бы им возможность быть успешным, в то же время получить социализацию и, конечно же, развивать необходимые им навыки в социуме. Можно привести общие психолого-педагогические рекомендации в работе с детьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Самое первое, конечно, нужно принимать ребенка таким, какой он есть. Как можно чаще общаться с ребенком. Желательно поощрять ребенка сразу же, не откладывать на будущее. Уважительное отношение к личности каждого ребенка. Здесь осуществляется личностно-ориентированный подход, индивидуальный подход к каждому ребенку. В данной категории детей нужно очень тактично сотрудничать, потому что педагог не старается все сразу показать и объяснить, как со здоровыми детьми. Здесь нужно поэтапно, от простого к сложному. И объяснять, когда происходит объяснение, не преподносить сразу какие-либо неожиданные, сюрпризные или шумовые эффекты. Конечно, создаются определенные условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно. То есть, чтобы они получали от этого удовольствие. Желательно постоянно расширять, усложнять область задач, решения которых требуют от детей сообразительности, творчества и поиска новых подходов. Должна быть дозированная помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, то его сдерживает новизна обстановки. Ему кажется, что он не знает, как выполнить задачу. Здесь педагогу достаточно просто намекнуть или посоветовать, вспомнить, как он действовал в аналогичной ситуации. И тогда ребенок вспоминает, догадывается, выполняет задание. И здесь, конечно же, нужно в данный момент проговорить с ребенком. И здесь получается создание ситуации успеха. Потому что если ребенок понимает, что он выполнил задачу самостоятельно, уровень самооценки у него повышается. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий. В то же время желательно тут же подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка. Побуждать его в проявлении инициативы и творчества. Фиксировать успех желательно, достигнутый ребенком. Также этот успех желательно аргументировать, создавать положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного интереса в данной категории детей. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в образовательной школе. В российском образовании действует принцип инклюзивности. То есть дети с особыми образовательными потребностями посещают школы наравне со сверстниками. Это по федеральному закону об образовании. Главное в данной категории дать социальные компетенции, знания в предметных областях и подготовить к следующим этапам образования. Министерство просвещения предлагает такой алгоритм освоения образовательных стандартов. То есть получение документа государственного образования. Второе это продолжение обучения по программам профессионального обучения в зависимости от образовательных потребностей человека. И третье это уже начало трудовой деятельности. Здесь вот я вам даю ссылку на слот документов, которые более расширены. Каждую ступень прописанных как Министерство просвещения предлагает. Вы можете самостоятельно однокомиться. Для обучения детей с особенными потребностями, конечно же, нужен специальный персонал. Персонал, то есть это ассистент, то есть помощник. Затем тьютер. Тьютер по приказу Министерства просвещения от 2021 года, номер приказа 115, где прописаны функции и зона ответственности данного персонала. И эти функции и зона ответственности иногда, конечно же, путают. Если мы рассматриваем тьютера, тьютер это педагогическая должность, которая была введена по приказу Минздрав соцразвития Российской Федерации, данный специалист, он организует процесс индивидуальной работы с обучающимися, участвует в педагогическом процессе. Тьютер назначается психолога-медико-педагогической комиссии. И только он назначается некоторым группам детей, там, по нозологии. В должности предъявляют серьезные требования. Минимальный стаж, педагогическая работа должен быть не менее двух лет. А также обязательно должен быть диплом о высшем образовании по направлению образования и педагогика. То есть педагогический диплом о высшем образовании должен быть. Ассистент-помощник. Он оказывает техническую помощь. В обязанности данного специалиста входит сопровождение ребенка с ОВЗ в школу, содействуя ему в ориентации и передвижениях по школе, введение запись и так далее. Функции ассистента способен выполнять помощник воспитателя и младшего воспитателя. Ассистент для работы с детьми ОВЗ предъявляет не такие строгие требования. Например, чтобы претендовать на эту должность. На эту должность достаточно среднего общего образования и курсов, соответствующих стандартам Минтруда, Министерства труда. признать, что у ребенка есть ограниченные возможности здоровья может только психолога-медико-педагогическая комиссия. Если диагноз уже подтвержден, формируется заключение, которое включает требования по условиям обучения и программы. Школа, конечно же, должна будет обеспечить все эти пункты, которые прописаны в заключении. Но здесь есть нюанс. Первое заключение комиссии, оно действует до окончания четвертого класса. То есть до окончания обучения младших классов. После ребенок в пятом классе снова проходит психолога-медико-педагогическую комиссию. И здесь может быть два варианта. Ой, извините, три варианта. То есть первый вариант диагноз могут снять. Второй диагноз продлевают или, может быть, меняют. И третья комиссия оформляет новые рекомендации. Рекомендации, они, конечно же, закрепляют варианты образовательного процесса для ребенка с ОВЗ в школе. Первая программа, она идентичная, стандартная. Меняются только условия ее освоения и ряд сопутствующих требований. Вторая программа, она идентично стандартной, но к ней добавляется еще два года обучения. Третья, обучение адаптировано под нужды учеников с умственной отсталостью или расстройством аутистического спектра, или, может быть, нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, слуха. И четвертое, для обучения требуется специальная, индивидуальная программа развития. То есть это варианты образовательного процесса, рекомендованные психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ОВЗ. Дети с ОВЗ требуют, конечно же, индивидуального подхода, поэтому каждая школа самостоятельно будет формировать адаптивные образовательные программы. Актуальный федеральный государственный образовательный стандарт, он задает границы методов работы и, конечно же, там прописаны конкретные шаги для развития детей. Они прописываются педагогами уже в образовательных учреждениях. Можно обратиться к приказу Министерства просвещения РП от 2021 года, 13 мая, за номером 287. Минпросвещение также рекомендует акцентировать внимание на формировании жизненных компетенций ребенка. По ссылке также я вам предлагаю познакомиться для того, чтобы применять в своей профессиональной деятельности. Особенности развития детей с ОВЗ, конечно, они многогранны, поэтому приведем несколько источников для поиска нужного материала. Чтобы учебным заведениям было проще разрабатывать методы работы с ВИСМИС ОВЗ, Министерство просвещения, оно предлагает опираться на материалы, которые подготовлены Московским педагогическим государственным университетом. Их можно найти на сайте ВУЗа. Там опубликованы удачные практики разных регионов России, программы полезными. Их можно использовать, адаптировать к своей программе в образовательном учреждении. Полезными будут и специализированные выпуски таких профессиональных журналов, как «Практика школьного воспитания». Там дают статьи, предлагаются авторские, разработки. то есть их тоже можно использовать в своё взятие на вооружение, в свою методическую копилку. Чтобы специалиста допустили к детям с ограниченными возможностями здоровья, ему, конечно же, необходимо пройти профессиональную переподготовку. Или можно пройти курсы повышения квалификации. По курсам повышения квалификации минимальный объём должен быть в 72 часа. Для подтверждения классификации придётся показать диплом, если он есть, о переподготовке, или удостоверение о повышении квалификации. Ну, здесь ещё какие дипломы о профессиональной переподготовке? Логопедия, потом дефектология, то есть смотря, скажем, по классификации ребёнок, по какой нозологии идёт, там ещё кто у нас дефектологи, логопеды, сурдопедагоги, то есть все специалисты, которые включены в работу с данной категорией детей, то есть по потребностям. По рабочим часам одна ставка педагога, она включена в 18 часах в неделю по приказу образования науки ФП. В классах компенсирующего обучения количество учеников не превышает 20 человек. Уроки длятся 40 минут, и в начальных классах, конечно, действует лимит не более 5 занятий в день. Нагрузка на педагога. Также она установлена образованием России, то есть со сколькими детьми с ОВЗ может заниматься один педагог. Норма следующая. Один учитель дефектолог на 6 от 6 до 12 детей. Учитель логопед от 6 до 12 детей. Учитель психолог, то есть педагогическое образование психологическое на 20 детей. Один ютор и ассистент от 1 до 6 детей назначается. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в основной школе, конечно, проходит более комфортно для учеников и педагогов, если соблюдаются оптимальные наполнения класса. Этот момент он регламентирован по требованиям САНПИНА. Если дети с ОВЗ получают образование вместе с другими учениками здоровыми, их максимальное количество в классе должно быть 3 человека, то есть не более 3 человек в обыкновенном классе. Согласно нормативам наполняемость класса для учеников с ОВЗ распределяется следующим образом. Для глухих 6 человек, для слабослышащих поздно оглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха 10 человек, слабослышащие и поздно оглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха 6 человек, слепые 8 человек, слабовидящие 12 человек, с тяжелыми нарушениями речи 12, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 10 человек, задержка психического развития 12 человек, умственная отсталость, интеллектуальное нарушение 12 человек, расстройство аутистического спектра 8 человек, и с тяжелыми дефектами, если есть тяжелые множественные нарушения развития 5 человек. Говоря о материальной базе, материально-технической базе, когда готовится, разрабатывается адаптивная программа, нужно очень хорошо прописать эти моменты. Организация именно архитектурного информационного пространства, они занимают специальные подрядные организации. В этом нет ничего удивительного. Почему? Потому что законодательство в этом вопросе крайне строго ссылается именно на федеральные, региональные или муниципальные нормативы, их нужно выполнять. В целом основное, в целом безбарьерная среда, она включает такие требования, как расширение дверных проемов и демонтаж дверных порогов, затем установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, визуальная навигация, установка пандусов, переоборудование классов и кабинетов школьных специалистов, раздевалок, спортивных залов, медицинских кабинетов, санитарно-гигиенических помещений. Согласно новым федеральному государственному образовательному стандарту, образовательная организация, она разрабатывает адаптивную программу основного общего образования, опираясь на действующие рекомендации, которые прописаны в приказе Минпросвещения РФ от 2021 года. Когда мы говорим о развитии детей с ОВЗ, здесь необходимо, конечно, отметить, что выявлен целый ряд специфических характерных особенностей, которые проявляются в разной степени тяжести и обусловлено нарушениями или несформированностью высших психических функций. Высшие психические функции из психологии мы знаем это мышление и речь, регуляторных механизмов деятельности, моторной недостаточностью. При выполнении систематической мыслительной деятельности, обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, конечно же, они затрудняются самостоятельно ставить цель, добывать знания, осуществлять самоконтроль, а при его длительном умственном напряжении они вообще отказываются от деятельности. Все это обуславливает у детей невозможность выполнения учебных заданий в полной мере, в полном объеме и, конечно, вызывает огромные затруднения и является причиной крайне поверхностного усвоения учебного материала. Зачастую при отсутствии необходимого сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ не усваивают даже базовый объем знаний и умений в области общеобразовательной подготовки, а как результат становятся, конечно, хронически неуспевающими учениками. педагоги практики отмечают, что одной из успешной моделью решения задачи создания именно условий для организации взаимодействия детей посредством формирования социально-психологической готовности принятия детей с ОВЗ их нормотипическими развивающимися сверстниками может появиться или является она уже применяется технология динамических пар смешанных способностей динамических пар смешанных способностей при этом, конечно, не следует забывать о том, что важным условием именно успешности инклюзивного образования является именно обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка и реализация данного принципа она решает задачу формирования социально-активной личности но совместная деятельность паров когда мы рассматриваем допустим технологию динамических пар смешанных способностей совместная деятельность паров смешанных способностей она влечет за собой три основных риска первый риск это может быть игнорирование второе может быть активное отторжение нежелание выполнять задания детьми ОВЗ и третье это чрезмерная помощь то есть со стороны педагога специалиста идет чрезмерная помощь необходимо соблюдать следующие правила которые позволят управлять этими рисками первое это не все дети относятся друг к другу с уважением и полноценно могут чувствовать себя и участвовать в данной групповой работе поэтому необходимо обучение навыкам совместной работы нужно отслеживать как это используется второе исключить гиперопеку в работе смешанных пар так как тем самым мы можем убивать идею совместной работы и взаимопомощи и третье направлять в смешанной паре работу так чтобы у ребенка с ОВЗ не сформировался эффект интернатного ребенка и не сформировался эффект выученной беспомощности когда он начинает считать что все ему должны помогать потому что он имеет определенную мозологию эффект технологии динамических динамических пара смешанных способностей при сопровождении детей с ОВЗ будет заключаться в следующем первое это развитие самостоятельности через вхождение в зону ближайшего развития ребенка с ОВЗ второе это освоение навыков дидактического и коммуникативного партнерства следующая климат доброжелательности и взаимопомощи и конечно следующий пункт это улучшение результатов освоения адаптивных образовательных программ детьми с ограниченными возможностями здоровья в результате создаются условия для именно выравнивания возможностей детей что способствует их интеграции в общество и создает предпосылки для независимой жизни вместе с тем у обучающихся допустим с расстройствами устной речи отмечается и разнообразные нарушения письменной речи проявляющиеся в стойких специфических ошибках при чтении письме то есть здесь если клиническая психология идет одно нарушение потом идет вторичное и может быть еще и третичное это является огромным препятствием для успешного освоения образовательной программы почему потому что чтение письмо они являются базовыми учебными навыками метаязыковыми компетенциями допустим читательская и функциональная грамотность это основы успешной учебной деятельности обучающихся всех уровней образования по всем учебным дисциплинам и вот снижение дисграфических ошибок само по себе не происходит преодолевается в результате специально организованной логопедической работы по статистическим данным от 40 процентов до 60 учеников начальной школы переходят в основную школу так и не преодолев трудности письма и чтения и вот также я вам даю ссылку вы можете ознакомиться с материалами где как бы данная проблема успеваемости и неуспешности в школьном образовании там есть соотношение здоровых детей и детей то есть в классах инклюзивного обучения данные представлены 2020 по 2022 год существует конечно и проблема оценивания успешности обучающихся с ОВЗ в освоении образовательной программы по результатам исследований большинство педагогов прибегают к формальному оцениванию по основным учебным предметам ведомости ставят более высокие оценки что потом может привести уже к скрытой отрицательной динамике при внешнем благополучии и в дальнейшем как правило может возникнуть проблема при итоговой аттестации потому что мы все знаем завершение начальной школы дети тоже аттестуются среднее звено старшее если поступает важно знать что развитие активности и самостоятельности детей с ОВЗ при решении коммуникативных и познавательных задач это важный показатель результативности обучения любой ребенок приходит в школу не только за получением образования но и конечно у каждого ребенка попытка найти себя среди окружающего общества научиться выстраивать взаимоотношения сотрудничество и общение как для здоровых детей так и для детей с ОВЗ у обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья без необходимой поддержки часто могут возникнуть проблемы именно в адаптации в коллективе недостаточно полноценные отношения со сверстниками выстраиваются и взрослыми и возникает серьезная коммуникационные затруднения школьные трудности они имеют конечно же и огромные социальные последствия которые могут проявляться в ограничении возможностей выбора профессии сложности социальной адаптации ребенка еще одна группа рисков которую конечно же нельзя игнорировать когда мы рассматриваем вопрос о детях с ограниченными возможностями здоровья и это группа риска то есть семья ребенка семья ребенка с ограниченными возможностями при длительном неуспехе ребенка и претензиях школы родители в основном находятся в ситуации фрустрации они начинают сравнивать своего ребенка со здоровыми детьми из данного класса и как следствие приходят у родителей разочарования иногда от безысходности они начинают это проговаривать уже своим детям они начинают сравнивать их со здоровыми детьми и тем самым усиливают все риски и тем самым как бы они начинают культивировать комплекс социальной дезадаптации ребенка что еще более будет усложнять жизненную позицию данного ребенка и конечно же она будет снижать эффективность усилий педагогов образовательного учреждения педагогам необходимо занять в данном случае активную позицию по данному направлению работы и выработать именно стратегию сотрудничества с каждой семьей которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья главное что должен понимать каждый учитель который работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья что это особенные дети они нуждаются в пошаговом сопровождении они нуждаются в создании специальных условий и при их обучении желательно применять специализированные технологии и конечно для квалифицированного решения задач обучения детей данной категории образовательная организация вот наряду с общими образовательными задачами обучения она будет решать и специальные задачи на базе коррекционно развивающего сопровождения которые будут поддерживать весь процесс освоения содержания программного материала преодоление школьной неуспешности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья конечно же это преодоление образовательного неравенства каждый ребенок с ОВЗ должен быть обеспечен мощной психолого-педагогической поддержкой всеми необходимыми условиями которые помогут достичь его лучших результатов как в жизненной ситуации так и в учебной чтобы самостоятельно в дальнейшем справиться с трудностями и развиваться в дальнейшем таким образом инклюзивное образование ставит перед школой новые задачи это создание целостной системы специальных образовательных условий которые определяют именно эффективность реализации образовательного процесса и также социальная адаптация конкретного ребенка в полном соответствии с его специальными образовательными потребностями и возможностями особое внимание требует организационные условия организационные условия которые включают себя для того чтобы реализовывать адаптивные образовательные программы специальные образовательные программы в образовательном учреждении во-первых конечно же это сотрудничество с центром дистанционного образования детей инвалидов с муниципальными психолого-медико-педагогическими комиссиями далее очень важно взаимодействие с другими инклюзивными и специальными коррекционными образовательными учреждениями где вертикали и сети есть в том числе взаимный обмен технологиями материалами информацией и документами здесь коррекционно-образовательные учреждения я думаю те кто работает в данной категории детей 8 видов специальных коррекционных учреждений у нас выделяется по мозологии преемственность в работе учреждения разных ступеней инклюзивной вертикали должно учитываться в преемственности то есть дошкольно-образовательное учреждение школа затем профессиональное учреждение может быть специальное профессиональное учреждение для того чтобы ребенок получил профессию преемственность в работе учреждений различного уровня далее взаимодействие с внешними партнерами очень важно оно подразумевает это взаимодействие то что система взаимодействия и поддержки образовательного учреждения со стороны внешних социальных партнеров таких как муниципальные школы медико-педагогические комиссии это методические центры это специальные коррекционные школы затем это органы социальной защиты организация здравоохранения общественная организация то есть когда мы работаем с данной категорией детей когда готовится программа адаптивная программа образовательная программа эти все условия желательно учитывать и в программах прописывать таким образом реализация охарактеризованных выше условий оно позволяет обеспечить ребенку прохождение максимально адекватного при его особенностях развития образовательного маршрута и конечно максимально развивать оно должно быть полным эта программа этот маршрут должен быть полным ресурсным и осуществлять должно осуществляться обучение воспитание конечно же развитие ребенка поддержка поддерживать инклюзивное образование значит давать детям шанс стать частью общества развивать таланты и помочь в процессе социализации так по теме мы с вами проговорили по ссылкам документы я думаю те кто заинтересован вы изучите и сейчас я смотрю если есть вопросы стараясь на них ответить сертификат это не ко мне здесь вот отвечая на вопрос Татьяна верда значит сейчас мало осталось отдельных образовательных организаций для обучающихся с ОВЗ то есть социальных коррекционных школ обучающихся ОВЗ да в инклюзии как вы относитесь к тому что вы утвердите должность заместителя по инклюзивным но то что как я отношусь так как инклюзивное образование оно принято есть соответствующее положение приказы документы документальная база и скорее всего как бы эта должность будет так же как с должностью у нас в школе по воспитательной работе выделили ставку и здесь скорее всего будет но там вопрос заключается в том что количество детей в школе должно быть соответствующее для того чтобы выделить ставку да очень большой объем работы а детей с ОВЗ становится все больше с каждым годом у нас практически здоровых детей становится все скажем так меньше очень много патологий они рождаются с патологией да еще дети до года до полтора до двух лет получается до трех там выявляется еще патология но этих детей конечно же нужно обучать развивать и помогать им социализироваться в нашем обществе ну вот отвечая на в начале да у нас было очень мало осталось отдельных образовательных организаций вы имеете ввиду коррекционные специальные коррекционные образовательные учреждения их восемь видов да но они функционируют они областные обычно бывают да республиканского уровня такие специальные коррекционные школы по-моему я на этот вопрос ответила да еще выше были вопросы нет я посмотрю я Вопросы, по-моему, я ответила. Татьяна, надеюсь, удовлетворил мой ответ ваш. Пожалуйста, за обратный отплик. Большое спасибо. Интересно и понятно, информативно. Очень понравилась ваша подача материалов. Спасибо. Солдатова, но кто тут? Альвина, да? Или Альвина? Пожалуйста. Я уже 30 лет работаю, поэтому и работала с данной категорией детей и с расстройством аутистического спектра. Первое образование у меня педагогическое. Я учитель начальных классов, 5 лет работала в школе. Также индивидуально работала с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Далее второй диплом у меня психологический и диплом магистр клинической психологии. Так, скажите, пожалуйста, какие есть программы в школах для детей с ОВЗ, чем они отличаются? Мария Щербинина, да? Отвечая на ваш вопрос, я вам сейчас покажу презентацию, где вы сможете здесь из-за, как бы, с короткое же время, в течение часа мы только говорим, проговариваем данную тему. Я здесь дала вам ссылку на документ. Вот посмотрите внимательно, вот этот документ, ссылка есть. Министерство просвещения, оно предлагает освоение образовательных стандартов. Здесь вот три ступени. Когда вы войдете в этот документ, то там рассмотрите. Там несколько вариантов именно разработки данных программ в школах для детей с ОВЗ. И там прописаны отличия. Конечно же, отличия, они, скажем так, значительны. Почему? Потому что, смотря какая нозология у ребенка. Там речь страдает, да? Или опорно-двигательный аппарат. То есть обратитесь вот к этому документу. Там развернуто все представлено. Далее по программам еще здесь рекомендация. Московский-то университет. Вот как раз отвечая, Мария, на ваш вопрос. Программы, они вариативные, они разные в школе. Почему? Вот четыре разных вариантов программ. И отличия почему? Потому что, опять же, какие детки, какие у них потребности по ним. Также вот обратите внимание на данный документ. Смотрите, федеральный государственно-образовательный стандарт. Да, здесь прописаны жизненные компетенции ребенка, которые нужно также в программах прописывать. Там же не только обучение, но и социализация ребенка идет. Также вот на этот слайд, Мария, обратите внимание, пожалуйста, что Минпросвещение предлагает операционные материалы, подготовленные Московским педагогическим государственным университетом. Там уже готовые программы, они собраны со всех регионов России, то есть где осуществляется инклюзивное образование. Вы можете взять их за основу и представить по вашему направлению, что конкретно. Конечно же, они отличаются. Если конкретно говорить об отличиях, то нужно рассматривать именно в сравнении, допустим, что там страдает речь, как я говорила, опорно-двигательная или другая нозология. Так, Людмила Застольская, да? Спасибо. Скажите, где можно найти эти материалы со ссылками на законодательство? Вот я вам вставила, вы как бы их копируете, вставляете, и они открываются. Так, здесь у меня, наверное, закрыто. Сейчас я вам не смогу здесь показать. То есть по ссылке входим. И здесь вот, допустим, если Московский педагогический государственный университет, вы на сайт вуза входите, и там есть как бы определенные вкладки, касающиеся именно инклюзивного образования. Да, если вы как бы работаете с данной категорией детей, вам нужно обязательно эти федеральные документы изучить для того, чтобы в своей деятельности использовать. Да, это Светлана, верно. Воспитатели и специалисты иногда психологически не готовы к некоторым детям с ограниченными возможностями здоровья. Я с вами согласна. Почему? Потому что если организуются такие классы, обычно отдел образования, они педагогов, специалистов направляют на обучение. Обычно это повышение квалификации, получают удостоверение. Или если нужно, то переподготовка, профессиональная переподготовка. Почему? Потому что это специфическая работа. Не каждый учитель и не каждый воспитатель сможет работать с детьми с ОВЗ. И вопрос стоит, будет ли предусматриваться работа психолога с педагогами. Ну, если в школе, допустим, инклюзивное образование введено, есть классы инклюзивные, то на количество детей, если выделяется ставка психологов, то этот психолог конкретно работает с детьми, с учителями, которые преподают в этих классах, с родителями. Но если же таких детей в школе меньше, то, скорее всего, будет работать или приходящий специально обученный психолог, или, может быть, школьные психологи. Но, опять же, они должны пройти обучение, потому что будет им сложно. Работа здесь, поддержка психологическая нужна не только детям, она нужна и родителям, а также, в первую очередь, учителям, педагогам, воспитателям в детском саду. Мария, значит, я работаю в детском саду в коррекционной группе. Родители спрашивают, мы не знаем, как правильно ответить. Да, вот эти документы вам нужно изучить. Почему? Потому что так вы обезопасите себя, родители, и можно даже родителям как бы дать эти ссылки. Потому что пусть родители тоже изучают, чтобы они в дальнейшем знали, как можно определить будущее своего ребенка, на что обратить внимание. Эти документы, они даются для того, чтобы мы их использовали в своей деятельности. Так, тьютор, сейчас, тьютор, это педагог, но стаж педагогический не признается, не учитывается при выходе, да, тьютор. Если, скажем так, в трудовой книжке прописывается тьютор, а не педагог, да, стаж педагогический не признается, хотя работает в школе. Такое есть. Ну, это вот новое понятие, и нужно, конечно, документально закрепить. Инструкторам по физической культуре в детских садах, недоплачивать за работу с детьми ОВЗ, это связано с чем. Но я на данный вопрос, как бы, у меня недостаточно компетенции, чтобы ответить. Но здесь, это, конечно, работа администрации дошкольных образовательных учреждений и отделов образования. Вам, скорее всего, нужно обратиться в отдел образования, в отдел, где курируют именно работу с детьми ОВЗ. Там вам ответят. Потому что соответствующие законодательные требования, приказы, они, скорее всего, существуют. Почему? Потому что если в группах детских садах, в группах есть инструктор по физической культуре, значит, как-то его работа должна регламентироваться. Работаю в доме. Так, побежала. Творчество с детьми инвалидами. Так, Елена. Работаю в доме творчества с детьми инвалидами более 20 лет. Подскажите, в трудовой стаж не входят? Ну, я не кадровик, не работник кадровой службы. Да, вам также нужно будет обратиться. Так, это у нас дом творчества, дома творчества. Они относятся к Министерству социальной защиты, да? Значит, в отдел нужно обратиться, где вот курируют ваши учреждения. В это министерство, в это учреждение нужно обратиться. И вам подскажут. Так, ну, на этом, я думаю, завершим. Я хотела бы, чтобы вы презентацию хорошо изучили. Нормативные документы, которые представлены, желательно также изучить и знать, чтобы вы могли на все вопросы родителей, да, и ответить. И также вы по этим документам сможете определить, какая же адаптивная программа, да, образовательная программа нужна. И что там нужно, как бы, отразить для того, чтобы, скажем, инклюзивное образование в Российской Федерации было результативным. Потому что данную категорию детей, конечно же, нужно обучать, нужно воспитывать и нужно развивать и формировать у них социальные навыки для адаптации в обществе. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...